Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале. А как-то дядя Коля словил голубя. Это был, наверное, пятый или шестой день. И мы его зажарили и ели. А потом на всех рвало. Когда умерла наша соседка, а мы не могли ее вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо, и дядя Коля ее вынес. И сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти пап дядя Коля был самым близким человеком. Трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза мавиным шарфиком, чтобы он этого не видел. Мама держалась до последнего. За три дня до нашей эвакуации она умерла. Я сказала брату, что она крепко спит. И ее не стоит будить. Но, кажется, он все понял. Знаете то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а у меня нет. Я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть, как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик все к ней подходит и говорит, мамочка, не спи, ты замерзнешь. И мы никогда не попадем на ее могилу. Она так и осталась в сыром и темном подвале. Я ненавижу Россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? Катя? Какая еще Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война? Какая Катя? А потом написал слева номер. Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть. Я ненавижу их. Это же была его родная сестра. Как так можно? Знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь и буду жить на том же месте. И буду каждый раз в один и тот же день спускаться в подвал в нового дома и ложить цветы. А еще страшно, когда дети плачут. А нельзя. Нельзя, чтобы не слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те, кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей, и стариков, и даже трупов. И если Бог есть, почему он это допускает? Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят, наверное. И я, возможно, не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот Путин нас спасал? Мы же хорошо жили. Даже машину купили. Дядь Коля обещал мне научить водить. Они даже ее сожгли. И квартиры нет. И умереть хочу. И не могу. Обнимите своих детей. А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу, и потом будут у меня дети, я буду их обнимать круглосуточно. Катя и ее брат эвакуированы из Мариуполя. Сейчас с ними все в порядке, насколько это возможно в данной ситуации. Они в безопасности. Им восстанавливают документы. И уже с десяток семей выразили готовность взять на себя заботу о детях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok